Всем привет! Сегодня в очередной раз обстреляли наш любимый город Киев. Где-то в 5 утра начался обстрел, попали в завод Антонов и деноцифицировали девятиэтажку на баллоне. Так что, собственно говоря, вот эти все рассказы на тему того, что идут высокоточные удары по критической инфраструктуре, военным объектам и так далее и тому подобное, ну, я не знаю, только идиот может в это верить, в то, что обстреливают только вот эти вот объекты. На самом деле лупят по всей Украине, по жилым домам, больницам, роддомам, школам и всему остальному прочему. Я сегодня смотрел с утра кадры по телевизору и мне, честно говоря, было непонятно, чем на самом деле, какую опасность составляла та бабушка, которую на носилках выносили из дома и чем она вообще виновата перед оккупантами за то, что они разбомбили ее дом. Это первое. Второе, что меня очень сильно, до сих пор я не могу понять этой идиотской, буквально дефективной логики недоразвитых оккупантов, то, что они обстреливают русскоязычные города. Это для чего делается? Чтобы русскоязычные украинцы, такие как я, например, которые всю жизнь разговаривали на русском языке, начали русских еще больше любить? Мне это, например, непонятно. Те регионы, которые изначально были в какой-то степени где-то больше, где-то меньше, лояльны к России, сейчас просто дико озлоблены на то, что армия Российской Федерации убивает их родных, близких, родственников, разрушает их дома и так далее и тому подобное. Ну, не может начать человек любить оккупанта за то, что он убил его родных, близких или разрушил его дом. После того, как разрушили дом или убили кого-то из близких, человек просто берет автомат и идет воевать. То же самое произошло буквально сегодня в Киеве. Если мне удастся, я этот кусочек выложу сегодня, смонтирую и посмотрите. Ну, сейчас возьму документы и, да, наверное, пойду просить автомат, уже выхода-то нету. Куда-куда? Зачем жить, если дом разбомбили? Возьму автомат под автомароборону, дадут, не дадут. Ну, что-то буду делать. Вот. Ну, а в целом в Киеве сейчас вот и с утра стреляли, слышны раскаты, взрывы и так далее. Вот. Ну, вот из последних новостей вот обстрел города, деноцификация девятиэтажки на Аболоне и обстрел завода Антона. Есть погибшие мирные гражданские люди, есть раненые. Там количество уточняется, каждую минуту меняется, через время будет понятно. Вот такие дела. Ну, мы не отчаиваемся, естественно. Сейчас машину прогреем, поедем в магазин. Нам надо кое-что купить. Слава Богу, все есть. Вот эти все рассказы на тему того, что сейчас тут начнется голод, все остальное прочее. Не, не начнется. Запасов достаточно. Они надежно спрятаны. Вот. И я думаю, что все будет хорошо. Так что, до встречи. Пока. Все равно же пойдут, они на этом не закончат. Попередняя информация щодо постраждалих и загиблих така. Загинули дві людини, травмовано семеро. С-під завалів одразу врятували 17 людей. И буквально 20 хвилин тому стало відомо, что вдалося витягти еще одну людину. Вона не травмована, з нею все добре. И уже евакуювали 63 людини. Просто тут розгорнули мобільний госпідаль, де людям надають першу медичну і психологічну допомогу. Информація оновлюється лет не щохвилини. Ми продовжуємо працювати тут. І за оновленням слідкуйте в марафоні. Єдині новини. Студія. Дякую. Дякую. Дякую.